Вопрос строительства водозабора в поселке Тас-Юрях Мирненского района поднимался не один раз. Весной этого года население сумело отстоять свое право и недропользователям пришлось перенести расположение водозабора. Чем закончились слушания уже с другой компанией, узнала Розалия Борисова. На территории села 11 недропользователей. Среди них как государственные, так и частные. Вопрос о строительстве водозабора на реке Тас-Юрях возник весной этого года. Ковш водозабора рассчитан на 500 тысяч кубов в год. То есть забор воды будет происходить в момент поднятия паводковой воды, в том числе и в русле реки. И самотеком будет поступать в ковш водозабора. Несмотря на то, что забор воды, согласно плану, будет производиться лишь в течение двух-трех дней, население обеспокоено водоносностью реки и технологией строительства водозабора. Тас-Юрях никак не изучено. Вот мне кажется, вот этот канал покопаете, а потом туда, вот, где-то будете кричать, ну, вот, вода уйдет, и все равно будет просадиваться. И, вот, мне кажется, вот, из-за того, что вода будет просадиваться все равно, забор воды продлится. И мне кажется, что это воды все равно не хватит. По поводу утечки воды в водозаборе. Там предусмотрены мероприятия, как, значит, берегу укреплений и укрепление, значит, самого ковша водозабора. От обваливания и вот впитывания там воды, будем так говорить, в недры. У нас предусмотрен суглинок, это плотная порода, это одно. И второе, это так называемое укрепление бортов водозабора. Между тем, встал вопрос экологической безопасности. Смогут ли недропользователи гарантировать сохранность биоресурсов? Жители также интересовав вопрос и подземных источников водоснабжения. Окончательное решение о строительстве водозабора примут в начале следующей недели, 13 декабря, на общественных слушаниях. Розалия Борисова, Владимир Таюрский, НБКСХ, Мирный.